Приветствую вас. Конечно, важно понять контекст, в котором вы используете данное утверждение. Потому что любви к кому, страха перед чем, перед кем. Вот. Тут могут быть различные варианты, конечно же. Вот. Я могу сказать в целом, что любовь, если это вот действительно любовь, настоящая любовь, ну или, по крайней мере, искренняя любовь, то она подразумевает готовность в любой момент времени отпустить человека. То есть, вот, ну вообще, в любой момент времени отпустить того, кто дорог нам. Вот. Любовь подразумевает, что сам человек такой достаточно независимый. Любовь подразумевает, что сам человек самодостаточный, он не боится того, что, ну, что может остаться один. К примеру. К примеру. Вот. Тут таких, таких, таких страхов у человека нет. Вот. Вот. И, собственно, именно вот по этой причине, собственно говоря, именно по этой причине, и есть вот это вот выражение, что в любви нет страха. То есть, это вот то и значит, что если, если человек любит, то он, ну, не боится. Потерять, он не боится остаться один. Вот. Ну, нет таких страхов у человека. И, соответственно, нет каких-то переживаний. Вот. По поводу того, что может произойти. Вот. То есть, это вот такая история. Это такой момент. Вот. Я, честно говоря, не думаю, что можно, можно здесь что-то добавить ещё. Потому что контекст, как я уже сказал, того, что вы спрашиваете именно контекст, которым вы задаёте свой вопрос. Мне ясен, ясен не совсем. Вот. Потому что любовь, она бывает разная. Вот. И любовь, как бы, ну, есть разная любовь к разным людям. Вот. По-разному проявляется эта самая любовь. Поэтому, мне кажется, что здесь без, ну, вот, без коррекции того, что вы имеете в виду, конкретно, без конкретной коррекции того, что вы имеете в виду, ну, на мой взгляд, ответить вам будет достаточно сложно. Вот. Ну, на самом деле, всегда любовь, если она настоящая, вот, всегда в ней, в любви отсутствует страх, потому что человек не боится. не боится, не боится потерять того, кого он любит, если он, ну, действительно любит. Вот. Не боится потерять, опять же, не просто так, да, а потому что понимает, например, природу счастья человека, да. То есть, если так вот случилось, что, допустим, человек захотел уйти, да, если так получилось, что он решил уйти, захотел уйти, то это означает, что без партнера ему будет лучше, а это в свою очередь означает, что, ну, нужно пустить такого человека, потому что он будет страдать. Вот. И это вполне естественным образом вытекает из характера и из природы отношений. Вот. Поэтому я думаю, что вот таким может быть вам ответ на вопрос, который вы выдаёте. Я надеюсь, что это было для вас как минимум хотя бы полезно, вот, потому что, ну, на мой взгляд, всё-таки очень такой, знаете, краткий, очень, очень, очень краткий получился у меня ответ, вот, но, тем не менее, тем не менее. То есть, всё здесь, всё здесь проистекает из, по сути, природы, из природы чувства, который испытывает человек к другому человеку, да, если это любовь, то любовь как бы не подразумевает никаких рэкетных чувств. Любовь подразумевает всё-таки, эм, так скажем, свободу, вот, в выражении чувств, там, и так далее, вот. А если человек, допустим, боится, если человек боится потерять, эм, там, кого-то, если у человека просто есть страх какой-то, что мне думается, эм, что в таком случае нельзя вести речь, эээ, в полном смысле этого слова, о том, что, что есть любовь, о том, что, вот, ну, о том, что он в наличии, эээ, есть любовь, эээ, потому что это уже, получается, некое, некое такое, может быть, ограничение, вот, а любое ограничение, оно, неприемлемо для свободных отношений, вот, эээ, зачастую возникает, эээ, при любви, страх ещё и потому, ещё и из-за того, что люди элементарно, просто вот элементарно, а боятся близости, просто вот боятся сближения, эээ, значит, ну, с другим человеком, эээ, вот, и это, эээ, не сказать, чтобы прямо что-то естественное, не сказать, чтобы что-то прямо нормальное, эээ, но, эээ, это то, что возникает, и, эээ, возникает это зачастую потому, что у людей нет, эээ, чётко понимаемых ими, эээ, границ, эээ, личных границ, ээээ, в отношениях. То есть, вот, банально, эээ, где я, где другой человек. Я не то чтобы обвиняю, я не обвиняю никого, я просто говорю о том, что такой факт или такие факторы, они присутствуют практически всегда. Вот, и именно они, эээ, в совокупности пораждают страх. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok